Всем привет друзья, с вами Марчик. У некоторых возникают проблемы с пробитием Бизонты С-45. А у владельцев этого самого Бизонты возникают проблемы, а как на нем вообще танкануть. В этом видео я помогу вам разобраться и как пробивать его, и как танковать. Поскольку если вы поймете какие на нем места не пробиваются, то соответственно ими и нужно танковать. Начнем с НЛД. В первую очередь если вы на нем играете, вам нужно его прятать. Ну а если же вы играете против, то НЛД самая уязвимая зона. Там примерно 120 мм брони, есть небольшая полосочка почти в самом низу, которая не пробивается. Поскольку НЛД у нас закругленная, там очень большой угол, поэтому не пробивается и рикошетит. Стреляйте в середину НЛД. Также пробиваются у нас еще и фары, там всего лишь 190-180 брони. Поэтому если видите фары, стреляйте в них. Если же вы играете на Бизонты, соответственно пытайтесь залезть в рельеф настолько, чтобы еще и нижнюю часть ВЛД спрятать. Переходим к башне. Если вы играете на Бизонты, то старайтесь играть от башни как можно дальше от врага. А если у него пробитие выше 230, то старайтесь лишний раз не подставляться, поскольку вас уже будут пробивать. Практически все ПТ-8 и танки с более-менее повышенным пробитием 8 левела имеют неплохие шансы пробивать вас в лоб башни. Не говоря уже про ПТшки, у которых пробитие там по 280, про голду десяток. Эти снаряды вообще даже не пытайтесь танкануть. Но если же вы играете против Бизонты, куда ему стрелять? У него большая маска и по бокам на щеках башни два больших экрана. Самое крепкое место это верхняя часть маски и там где маска идет внахлёст с экранами на щеках. А меньше всего брони во лбу башни это под орудием 227, четко над орудием 203 мм, слева и справа под маской посередине башни есть два треугольничка таких, там 230 мм брони. И вверху над экранами слева и справа по 225 мм. Четких каких-то уязвимых зон у этого танка в башне нет, никаких там лючков, ничего такого нет. Но фишка в том, что если у вас 220 мм пробития, то за счет ВБР иногда будет залетать практически куда угодно. По сути можно стрелять слева и справа от орудия, сверху над орудием прям вплотную и под орудие, там есть такой квадратик, в котором тоже брони не слишком много. Грубо говоря с вертухана в середину башни лупите, там ВБР дальше сам разберется. А если танк стоит далеко, то помните, что с расстоянием бронепробития падает и пробить будет сложнее. Также если у вашего орудия калибр больше 120 мм, то этот танк пробивается по касательной, по крыше корпуса. То есть корпус пробивается буквально просто черкачом. То же самое он пробивается под башню. Щеки, которые торчат над гусеницами, туда тоже залетает, если калибр больше 120. Таким образом получается, что если мы играем в городе и против нас играет танк, у которого большая пушка с калибром больше 120, то нам ее ромбовать не нужно, поскольку у нас будет щека выезжать раньше, чем корпус. И вас будут все время пробивать бесплатно. А вот если калибр у врага меньше 120, то борт у этого танка танкует очень хорошо. Можно выворачивать, казалось бы с избытком, но танк все равно танкует. А вот если вы хотите поиграть от башни, то либо выбирайте соперника, у которых пробитие меньше 220, либо врагу, который стоит далеко. Вот такие лазимые зоны у этого танка. Теперь переходим к гайду на бизонты цены. Все начинается с того, что это первый итальянский тяжелый танк и экипаж на него брать просто неоткуда. Разве что переобучиться средних танков, чего я делать не стал. У меня были снегурочки, я их туда закинул, но у них всего там пару перков было, а на пару перков всего нужного не воткнешь. Думаю, ну это премтанк, на премтанке экипаж качается быстрее, сейчас все прокачается. И это был первый круг из 7 кругов ада на этом корыте. Начать играть на этом танке с экипажем, у которого мало перков. Что мы получаем? Что танчик не едет вообще. И самая большая проблема в том, что он не поворачивает. На слабом экипаже самая главная проблема в том, что ты ничего нигде не успеваешь. Ни за уроном не успеваешь, ни уехать не успеваешь. Ни как-то мансануть корпусом, чтобы лишний раз танкануть. Выжить и настрелять лишний урон. На плохом экипаже у меня на этом танке средуха была 1400. Я понял, что проблема в скорости. Поставил турбонагнетатель, стало немного лучше. Но все равно было плохо. Потратил на экипаж этого танка все свои брошюры, которые обучают экипаж. Получилось там 4-5 перков. Прокачал все перки на маневренность, на подвижность, виртуоз, проходимость грунтов, боевое братство и так далее. Танчик начал нормально ездить и поворачивать. Казалось бы все. Все, победил главную проблему танка, бери 3 отметки, нагибай и вселись в фарме серебро и получай удовольствие от нового примтанка. Но это не главная проблема этого ведра. И даже следующая главная проблема не главная проблема. Итак, по порядку. Главная проблема танка номер 2. У него вместо орудия что-то неведомое, что-то некомфортное и никуда не попадающее. Точность 0.42. Стабилизации нет вообще. Сведение. Сказать, что оно плохое, ничего не сказать. Орудие по ощущениям хуже, чем у каких-нибудь ИСО в шестых на деструкторе. Даже при полном сведении мы попадаем куда угодно, но не по врагу. Это какой-то тихий ужас. Сколько раз я проклинал эту пушку, пока сыграл на этом танке сотню боев. И после того, как я прокачал экипаж до 5 перков, прокачал виртуозы и проходимость грунтов, я поставил два стабилизатора. Фиолетовый старый стабилизатор и розовый новый, который называется механизмы поворота моего очка. Также поставил фиолетовую вентиляцию. Еще установил доппайок и инструкцию на стабилизацию. И все равно эта пушка отвратительная. Но уже хотя бы более-менее что-то было похоже на стабилизацию. Конечно, сходу было стрелять неприятно, но иногда можно было. И только в таком ситуации, когда у меня было 5 перков, прокачаны нужные перки, установлено лучшее оборудование в игре, допайки и все остальное. Только в таком варианте начинает набиваться нормальная средуха, которая приближается там по 3000. Набиваются нормальный процент побед, но удовольствия все равно не получаешь. От этого танка горит нереально. Пробитие, конечно, неплохое. Там 218 ББшкой, 280 кумулятивом, повышенное пробитие фугасом 105. Но им крайне неудобно пользоваться, потому что орудие барабанное. Но иногда можно подзарядить, когда барабан закончился, и ты видишь, что следующий враг будет абсолютно без брони. Подзаряжаешь там фугасик, стреляешь им, и опять переключаешься на какой-то другой снаряд. Так, в принципе, можно. Еще иногда может быть такая ситуация, что в конце остается ватный враг, можно зарядить барабан фугасов. Но опять же, орудие просто кривущее. И надеяться на фугасы, которыми нужно именно что попасть куда надо. Чуть-чуть в усинцу или в пушку улетел фугас, все, урона не будет. И фугас, который должен нанести повышенную альфу, превратится в пшик. Из-за этого ты еще и сольешься. Даже вблизи, когда впритык играешь от башни, все равно орудие подводит раз за разом. И ничего с этим не поделаешь. Казалось бы, минусы закончились. Но у нас обзор 380. В принципе, как для тяжа пойдет. Но это не выдающийся обзор. Неплохой. Просто никакой. Он есть и есть. Да, конечно, под максимальными плюшками его хватит, он будет нормальный. Но сколько мы по танку идем, по его параметрам, каких-то сильных сторон до сих пор не нашли. Может быть броня? Но броня тоже у нас конченая. У нас ватная НЛД. У нас на ВЛД дырки в фарах. У нас в башне очень много дырок с толщиной 220. А в орудии вообще можно найти дырку 202. Что такое 202 во лбу башни? Это ничего. Если враг стоит выше вас, у вас просто брони как будто бы 0. Да, если вы от врага стоите на 500 метров, еще и из-за рельефа показываете только башню под наклоном, у вас появляется более-менее нормальная броня. Но куда вы попадете через 500 метров своей конченной пушкой? Никуда. Этот танк сам себе противоречит. Если он подъезжает вблизи бодаться с врагами, его легко пробивают. Если ты отъезжаешь далеко, то ты никуда не попадешь, ничего не пробьешь, потому что даже вблизи тяжело стрелять с этого кривого орудия. По сути, весь танк одно сплошное убожество во всем. Но в каждой из сторон есть какой-то хороший параметр, но их очень мало. Орудие хоть и конченное, но оно опускается 10 градусов. Это все-таки барабан на три снаряда с альфой 360. Еще и новый механизм дозарядки, улучшенный. Но я за него ничего весь видос не говорил, потому что он никакой. Просто твоя пушка иногда быстрее заряжает снарядик. Если во время того, как ты заряжаешь снаряд в барабане, там уже есть снаряд, и тебе нужно стрельнуть по врагу, который сейчас подставился, ты стреляешь, и следующий снаряд будет заряжаться быстрее. Чем дольше ты заряжал предыдущий снаряд, тем быстрее зарядится следующий. Все. Эта фишка работает только если ты стреляешь по одному снаряду, как цикличный танк. И если в барабане уже есть снаряд. По сути, это не очень важная штука в танке, которая работает иногда. Ну и в подвижности, хоть это и общий минус танка, тоже есть приятный параметр. Максимальная скорость 50 км в час. Но по сути, на этом танке очень тяжело за что-то зацепиться, чтобы нагибать каждый бой. Да, средуха вышла нормальная. Да, процент побед вышел нормальный. Но насколько же противно на этом танке играть, насколько же неудобно и неприятно. Да и есть танки, на которых легче фармить серебро. Поскольку они чаще попадают, у них лучший обзор. А значит, они чаще стреляют по своему засвету и ни с кем не делятся с серебром. Так что могу только подлить еще масло в огонь. У этого танка еще и внутренние модули хорошо критуются. Бой-укладочка у нас в НЛД там вылетает с мехводами и всем остальным. Кстати, сразу у экипажа прокачал перк на боеукладку. И боеукладка у меня не ломается. Но вот в жопу танк горит практически постоянно, если вы ее подставите. Поскольку там на всю жопу двигатель, который часто горит. По сути, мне танк не понравился вообще. Он вроде бы интересный, но он противоречит сам себе. У него неинтересная броня, которая танкует чисто за счет ВБРа. И только в городе за счет скилла можно танковать ромбом танки, у которых калибр орудия меньше 120. То есть я еще и должен обратить внимание, какой калибр у врага, прежде чем на него выезжать. Если у него больше 120, он меня будет пробивать легко, куда попало. По сути, какой геймплей этого танка? В топе против мелких пушек это реально тяжелый танк, который может играть ромбом в городе, от борта танковать. Во всех остальных случаях это тяжелый танк с кривой пушкой, играющий от башни как танк поддержки. Активно на первой линии он играть не может, даже от башни. Даже против восьмерок, потому что практически большая часть восьмерок пробивают его в башню. Пусть и не все стабильно. Вердикт по танку такой. Это явно не имба. По комфорту это полная жопа. Потратив огромное количество ресурсов аккаунта, можно разогнать этот танк просто до хорошего, но все равно неприятного, на котором придется потеть каждый бой. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok